всем привет вот сегодня погодка класс 29 градусов ветерочек сережа скосил траву потому что завтра вывоз мусора чтобы она не гнила он немножко ее подсушивает вот видите завтра у нас вывоз мусора поэтому в понедельник все подготавливаются что-то выкидывают что-то косит потому что траву в сербии не принято на компост или как он называется но они все выкидывают скошенную траву они просто в мешке и и складывают что куча на продажу смотрите кучка на продажу сейчас приближу на продажу а цену во все равно не узнаете пока не звонить а может даже и по телефону не скажут скажут приезжайте обсудим я читала что есть такие особенности при продаже домов здесь такой монументальный основательный забор похоже как это знаешь не дом а типа какая-то таверна или какой-то постоялый двор в общем не похоже на забор вы на жилой дом это единственный дом с варкой да а чё с калиткой я его слепила из того что было и вот здесь тоже основательный забор это как будто знаешь кусочек рублевки мощный дорогой главное зачем не совсем понятно но и он прозрачный я все-таки не очень люблю прозрачные заборы я люблю когда твоя личная жизнь частная жизнь скрыта с посторонних глаз мы идем прогуляться где странно что деревне сербии почему-то сажают именно вот такие тутуи они назывались я не помню барабан нет барабан как раз и другая на сектор смараг то да то есть они такие а по моему барабан лучше чем смараг барабан там как бы шире он шире растет и он по моему дороже дом с блестяшкой так начал будут на мальчике говорить русский мат тут у нас есть девочки которые мимо дома которых мы проходим они обязательно высовываются из окна и кричат нам русский мат и смеются непонятно собственно что их так веселит ну хоть хоть не плачут вчера было обсуждение с джорджи про сербский мат и русский маток и как я уже миллион раз говорила почти все сербские матерные слова похожи или такие же как русские матерные слова и кстати говоря я тут узнала очередное слово по-сербски тоже из сленговой группы слов слово шатру его добавляют чтобы выразить сарказм оно никак не переводится типа он он я шатру люд типа он злой но это как бы сарказм он не на самом деле злой трудности перевода а вот тут у нас есть даже клуб какой клуб тренажерка 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 там люди занимаются на тем не менее не утихают скандалы вокруг олимпиады и открытия олимпиады я даже сегодня прочитала что президент словакии словакии или словении блин должен запутать словакии или словении отказался приезжать на олимпиаду что он должен был участвовать вроде как в закрытии но после вот этого вот открытия исполнение исполнения группой транс людей этого перформанса он сказал что он очень оскорбился и олимпиада стала политизированной и вообще задели его чувства верующих любые международные мероприятия политизированы евровидение давно уже политизировано ну наверно не знал для него открылась такой господи всегда что-то новое открывается сейчас поеду на закрытие и все и они как подкрадутся что тогда будет что тогда случится неизвестно воде мне больше руку не протянет они вроде как не дружит тип на всякий случай неизвестно сейчас я вам покажу домик ой кстати говоря еще сегодня интересные новости прочитала около парке патриота вот этот храм аляне храм вот военные как он там назывался вылепил в троих человек ударила молния двух мужчин и женщин и как какой-то из прокремлевских каналов написал что это плохой знак не знаю около храма в какой-то там праздник я не помню какой праздник напишите если вы помните что он сказал день крещения руси или что-то еще там брать не буду это я к примеру сказал около храма вооруженных сил как он там называется хумом вооруженных сил кстати говоря несмотря на то что вот все ругают этот храм вот этот зеленый но внутри он выглядит как-то завораживающе такой там потолок как в звездочках весь блестящий огромный иисус да я понимаю что это там безвкусица ужасное все кринжова вылепленные лица нынешних вождей но тем не менее что-то там такое есть внутри масштабность церкви тоже масштабные но они не производят такое впечатление какое-то да это даже на церковь не похоже ром сам большой наверно храм христа спаситель и и и как я уже сказала вот они контрасты сербии или можно сказать старо-пазово посмотрите здесь какой дом стоит просто богатство богатейшество в каком-то даже стиле не сербского абсолютно как вам-то европейском как будто это или это какой-нибудь побережье майами и у них все вот здесь классно прикольно сделано очень круто и с другой стороны кто это у нас опять тут растет грецкий орех как думаете большие такие шишки но не шишки плоды и вот контрасты да на фоне того дома аля рублевка здесь вот заборчик дряхлый все дряхленько вот в каком-то эфире я наговорила что удивилась что у нас колонны сказала что и с того региона где ее муж там такого нет вот здесь тоже колонны цыганская барокко роскошь на грани безумия идем в магазин в аман до тарапазово тарапазово чушь попросила нектарины надеюсь они там есть а мы вообще хотим дойти до запрашивать шишки ниш потому что там наиболее русский сладолет такой как коровка но не нравится мне этот фрикам не нравится не мороженое не глазурь не что невкусно вот чем мы взяли кукурузку по 49 динеров за штучку нектарин чеки ксюши хлопья еще и здесь полву нашла прикиньте и смотрите помимо мороженого здесь еще бабаевский шоколад есть кто любит мне это горький нравится бабаевский все-таки не я такой вот люблю максимально горький очень вкусно при том что я в рф такое мороженое не брала я брала мороженое сникерс я его люблю обожаю но здесь его тоже не часто можно встретить я смотрела одну брон блогершу вот к разговору о недвижимости она живет в турции она рассказывала она купила там квартиру и у нее есть вроде как и комет то есть внж до двадцать пятого года она сказала что она очень счастлива что ее не подбили купить вторую квартиру она хотела купить вторую квартиру на стадии котлована строительства что во первых упали доходы на ю тубе так как рекламу уже отключили до что если вы смотрите нас из россии не через vpn нам никакие деньги не приходит вот и второе то что сейчас турция не дает внж россиянам и что эту квартиру она не смогла бы не сдавать не продать потому что она никому не нужна так что как бы она любит это неважно другое я к тому что недвижимость это не всегда вложение денег и зачастую это не вложение денег вложение денег это когда вы вкладываете в какой-нибудь бизнес а так вот вы на другую сторону то будем переходить вот так вот купили квартиру в турции все и она стоит простаивает азвы за нее деньги выплачиваете это вложение денег а предугадать вы это не можете если бы она была гражданином но гражданина на турции что зачем эта пустая квартира она не может с ней ничего сделать с мороженым мы пришли из дома какого дома заправки вот наши огурцы даже собрали сегодня штучек 7 и вот наш арбузик же вот такой вот такого размера